В действиях ограничивает законодательство и рыбаков. В регионе период нереста рыбы, поэтому выезжать на рыбалку нужно практически налегке. Во всяком случае, лодку и спиннинг, не говоря уже о сети, следует оставлять дома. Мы с оператором Александром Брызгаловым отправились в рейд с инспекторами рыбоохраны и узнали, почему рыбалка не по правилам сегодня дорого обходится. До 10 июня инспекторы рыбоохраны будут регулярно выезжать в подобные рейды по браконьерам. Через две недели в регионе закончится нерестовый период. Вот тогда, как минимум, со спиннингом и с лодки рыбачить будет можно. Пока лишь только на донную удочку, только с берега и максимум на два крючка. Говорят, заядлые рыбаки об этих правилах знают, но соблюдают их не всегда. Спустя считанные минуты с начала рейда по вятке инспекторы фиксируют нарушения. Мало того, что рыбаки на лодке со спиннингом, так еще и сети проверяли. Все это еще издалека зафиксировал на камеру инспектор. Процедура в таких случаях стандартна, нарушение зафиксировано, составляется протокол. Впрочем, эти рыбаки попытались убедить инспектора, что сеть им не принадлежит. Мол, зацепились случайно. Как это не должен? Я должен тебе доказать, что она не моя, что ли? Это ради бога судей доказать, что я не принадлежит. Ради бога. У меня есть свидетель, что за сеть держал. Но я за сеть проверял. В любом случае, рыбачили кировчане не по правилам. На лодке и со спиннингом, что в период нереста рыб запрещено. Протокол составлен, сеть же инспекторы теперь обязаны со дна достать. Если попадется живая рыба, ее отпускают. И дальше в рейд по вятке. Спустя считанные минуты очередные нарушители. В лодке у кировчан опять же сеть. Значит, повод для того, чтобы составить протокол, имеется. Кстати, всем этим нарушителям придется существенно раскошелиться. Штраф за незаконную ловлю рыбы в период нереста от двух до пяти тысяч рублей. И накладывается он только в том случае, если сумма ущерба, причиненная природе, составит тысячу рублей. Как шутят сами нарушители, проще за рыбой в магазин сходить. Точнее, так дешевле станет, если, конечно, рыбачить не по правилам. Инспекторы напоминают, сети по закону всегда под запретом. А на спиннинг, в том числе и с лодки, можно будет рыбачить уже с 10 июня. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давичев.